Россия отозвала своего посла в Армении для консультации. МИД России не стал называть причину такого решения, отказались от комментариев и в армянском внешнеполитическом ведомстве, отметив лишь, что решение принято российской стороной. Ранее официальные лица России неоднократно выражали обеспокоенность активизировавшимися контактами Армении с Запада. Тем временем в армянском политическом сообществе уверены, российского посла отозвали для обсуждения предстоящего антиправительственного митинга в Ереване, запланированного на 26 мая. Причастность Кремля к протестному движению скандального священника Баграта Галстаняна активно обсуждает и в провластных интернет-ресурсах Армении. По Конституции граждане имеют право проводить мирную акцию, но мы видим, что есть вероятность провокаций. Демонстранты преднамеренно оскорбляют полицейских, чтобы спровоцировать их на ответные действия. Не исключены террористические акты. Всей акцией управляет Россия. Москва постоянно нам угрожает. Даже на последнем брифинге Захарова, можно сказать, открыто поддержала протестное движение в Армении. Россия впервые на стороне армянской оппозиции. Такого не было во времена митингов против Кочаряна и Сарксяна. Тогда официальные лица говорили, что не хотят вмешиваться во внутренние дела других стран. Что же сейчас по-другому заговорили? По мнению Лили Далакян, многие армянские священнослужители имеют тесные связи со спецслужбами России. Армянская полиция не нарушает никаких законов, хотя священник Баграт переходит рамки дозволенного. Наше духовенство сколотило целое состояние на пожертвованиях. Вы видели, на каких дорогих машинах разъезжают священнослужители? Вы знаете, как у них процветает собственный бизнес? Хотя правила церкви подобного не одобряют. А России, в частности Захаровой, лучше комментировать действия русской православной церкви. Что же она молчит о том, как РПЦ долгие годы занимается отмыванием денег? Об этом говорит весь мир. Американские эксперты даже подготовили материалы, в которых рассказывают о торговле наркотиками представителями РПЦ. «Дорогая Россия, не вмешивайся в наши дела. Вам святого Кирилла должно хватать. Его фирменные часы и яхты обсуждайте. Я уверена, демонстранты в Армении будут делать все, на что будет указывать Россия. Они могут взять в руки оружие». Между тем, напряженность между Ереваном и Москвой растет в геометрической прогрессии. Официальные лица Армении проигнорировали очередное мероприятие с участием России. Вице-премьер Армении Мгер Григорян не приехал на заседание Совета руководителей правительств стран СНГ в Ашхабаде. Причиной указаны некие технические проблемы. С неоднозначными заявлениями в адрес России выступил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану во время Второй Карабахской войны. В ответ МИД России призвал армянскую сторону объявить, о каких именно странах идет речь, раз выдвигаются такие серьезные обвинениям. Продолжение следует... Продолжение следует...